В регби честность ставится во голову угла, и если провалился, не перекладывая вину на других. В этом смысле показателен случай, который произошел на Кубке мира 2015 года. Главный тренер сборной Канады Киран Кроули после матча с Румынией, в которой кленовые листья вели с разницей в 15 очков, и все же во втором тайме уступили со счетом 15-17, на пресс-конференции заявил, я в перерыве объяснял парням, как действовать во второй половине, и тут же самокритично добавил, наверное, речь была ужасной. Здравствуйте! В эфире программа «Зачетное поле», рассказывающая о регби, игре, в которой каждый спортсмен получает огромный шанс, и только от него зависит, сойдутся ли все звезды на чемпионском небосклоне. Пензенский локомотив блестяще провел августовский отрезок в чемпионате страны, и в другом турнире Кубки России карт-бланш получили игроки, которые участвуют в активной ротации. Впрочем, это ничего не изменило. Состав нашей команды на четвертьфинальную игру в Дзержинске резервным называть некорректно, скорее экспериментальным. Игроки, которые сражались с Химиком, появлялись в старте и получали время, выходя на замену, но чтобы такое сочетание – это впервые. Так что неудивительно, что железнодорожникам понадобилось достаточно времени, чтобы отработать все цепочки связи. Открыли счет, но уже вскоре положение выровнялось. Дзержинцы очень хотели показать себя в лучшем свете перед своей, пока не искушенной публикой, поэтому использовали все возможности, чтобы набирать очки. И после двух штрафных они уже впереди – 11.5. На перерыв в роли лидеров ушли все-таки пензенцы. Павел Кураев прорезал оборону у хозяев, но 12.11 после 40 минут – это похоже на мини-сенсацию. Впрочем, тренеры предупреждали о таком развитии событий еще две недели назад. Это кубковая игра. Здесь мы, наверное, чуть-чуть сделаем немножко, дадим игрокам и лидерам нашим отдохнуть. И в преддверии как раз спартакиада сильнейших спортсменов мы дадим отдых нашим лидерам, которые поедут на эту спартакиаду. Поэтому я думаю, что здесь вот именно на химику уже чуть-чуть будет немножко другая ситуация. Во втором тайме все уже больше похоже на правду. Уже в первые пять минут развивается атака веером, которую завершает Павел Голик. Затем на противоположном фланге активно работают нападающие, вследствие чего мол просто выносит Владимира Гераскина в зачетное поле. Андрей Янишкин в этот день бил реализации, но мяч все время нравил угодить в штангу. Что ж не мытьем-то катаньем, и младший из династии кладет попытку. При счете 29-11 пришло осознание того, что победу локомотив не упустит. Однако химики не собирались снижать градус сопротивления. Они вновь сокращают отрыв, работая на свой престиж. Но класс есть класс, и последнее слово остается за гостями. Образцово-показательная комбинация приводит к очередному забегу Гераскина. Наш третий линейец и устанавливает окончательный результат 36-18. Двукратное преимущество, которое и выводит пензионскую дружину в полуфинал Кубка России. В активе сурского регби множество титулов, но двух очень важных не наблюдалось. Но если к чемпионству в стране пензионцы стремятся, и это очень нелегкий путь, то со спартакиадным движением все совсем по-другому. Дело в том, что раньше в спартакиадах игры с овальным мячом просто не было. Но сейчас с включением регби-7 в олимпийскую программу все изменилось. И путь к победе занимает всего лишь два дня. Едва начался турнир, как машинально многие отметили такую вещь. Сборная Пензионской области единственная, кто играет в своих клубных цветах. Конечно, все понимали, что в нашей губернии флагман один. И именно на его основе формируется команда, защищающая честь региона. Единственное отличие от обычного чемпионата России, и это касается всех коллективов, на спартакиаде не допускается участие легионеров. Стало быть, Илья Спандерашвили и Руди Ван Ройн, тренировавшиеся с Основой, на турнир не едут. Кроме того, из-за травмы пензионцы потеряли Илью Бабаева. Но и без них наш состав выглядел внушительно. Так что предварительный этап сурская сборная прошла на одном дыхании. Липецкая область уже к перерыву получила четыре попытки, а после еще две. И первой поняла серьезность намерений железнодорожников по дублю Корзанова и Гераськина. Омская дружина очень старалась доказать, что может сопротивляться лидеру. Желание не совпало с возможностями, поэтому схема набора очков была почти такой же. 17-0 после первого тайма, 29 после второго. За первое место пензионцы сражались со сборной Красноярского края, построенной на основе Енисея. Поначалу все было спокойно, те же уверенные 17-0. Но дальнейшие события показали, что в матче с сибириками расслабляться нельзя. Соперник набрал 14 очков и сократил оставание до минимума. И тут наши парни включили форсаж и улетели от красноярцев в заоблачные дали. 38-14. Первый день турнира проходит без поражений. И, кстати, доказывает, что к новым соревнованиям в спартакиаде сильнейших все относятся очень серьезно. Спартакиада, я сказал, она должна занять свое место в общем спартакиадном движении. У нас есть спартакиады молодежи, спартакиады учащихся, универсиады. В данном случае спартакиада мы называем сильнейших, но мы сейчас думаем об этом названии. Я с моими коллегами обсуждали, в частности, перед эфиром. У нас была всегда спартакиада народов в СССР. У нас сейчас есть спартакиада народов России. Может быть, его тоже возродить, потому что символизм, он тоже очень важен. И в спорте, в частности, для того, чтобы пропаганду ценностей здорового образа жизни вести. Турнир был построен по канонам классической семерки, поэтому во второй день предстояло провести еще три встречи. В четвертьфинале играем против Ростовской области, и все проходит без особых волнений. Дежурные два заноса до перерыва сразу ставят южан на место. А их амбиции в плане проведения результативной атаки реализуются только при счете 24-0 в нашу пользу. Попытка престижа ничего не добавила. А вот в полуфинале все намного круче. Соперники досталась сборная Санкт-Петербурга. Читай застава. Питерцы первыми повели в счете, вложив попытку на третьей минуте и к тому же добавив реализацию, однако еще до перерыва сборная Пензенской области вышла вперед благодаря попыткам Виктора Гресева и Павла Голика. 10-7. Впрочем, в самом начале второго тайма северяне сумели вернуть себе лидерство. 10-12. И это последний раз, когда они вели в счете. Андрей Корзанов фантастическим проходом по левому флангу выводит команду вперед, а за минуту до финального свистка Валерий Хлудков снял вопросы о победителе. 24-12. Пензенская область в финале. А там нас поджидают снова красноярцы. И это совсем другая игра. Сибиряки открывают счет, но через несколько минут наша команда перехватывает инициативу. Сначала мяч в зачетное поле приземлил Дмитрий Сухин. А уже на последних секундах Владислав Сазонов положил вторую попытку, причем атаку он же и начал. Второй тайм. И на его стартовый прямой отрыв увеличивается. Валерий Хлудков, блиставший на турнире, отдал пас на Сухина. И то сделал дубль. 17-7. В концовке красноярцы смогли сократить отставание, но та попытка уже не могла повлиять на исход матча. 17-12 сборная Пензенской области, сформированная на основе РК «Локомотив Пенза», выигрывает первый в истории турнир по «Рэгби-7» спартакиады сильнейших спортсменов России. Новая веха в клубном движении и, конечно, не последняя. Еще больше новостей на официальном сайте клуба «Рэгби-Локомотив.ру» и в социальных сетях. Со спартакиадами у нас связаны самые положительные эмоции, и некоторые результаты имеют историческое значение. Тут стоит вспомнить спартакиаду учащихся, в финалах которой обе сборные Пензенской области завоевали золото, чего не случалось никогда. Однако девушки из команды «Локомотив Каменка» останавливаться не собирались и успешно приняли участие еще в двух турнирах. Ну и кто скажет, что «Рэгби» — это только мужская игра, когда увидят участниц уже традиционного турнира «Сурские зори». В «Каменке» в борьбу за медали вступили уже знакомые друг другу коллективы, поэтому в битве за звание лучшей рэгбийной команды было жарко. Уступать не хотелось никому, но мастерство и физическая подготовка выявляли лучших. В итоге «Каменский локомотив» дошел до финала без поражений. В борьбе за золото местная команда сошлась с Саранской и одержала уверенную победу со счетом 40-0. А «Бронза» досталась дублером основного состава «Каменки». Всего же на победу претендовали рэгбийские из шести регионов. Очень хорошая команда из Тюмени приехала, которая только начинает развиваться в этой отрасли. Команда Тушина, которая выступает на всех соревнованиях всероссийских. Ну, соответственно, ждали, конечно, Мособласть наших соперников, но, к сожалению, они не приехали, которые всегда играем за первое-второе место с ними. А следом наши девушки второй год подряд выиграли турнир по регби-7 в Калининграде. Матчи первого дня «Юные железнодорожницы» 2007-2009 года рождения прошли предельно уверенно, обыграв «Красный город» из Йошкар-Алы 31 на 5 и «Калининградку» 47-0. Стадия плей-офф была также триумфальной. И 33 на 7 в игре со сверстницами из Зеленограда. И 50-0 в финале против «Красного города». Никаких вопросов. Конечно, российские регбиные события в приоритете, но и за крупнейшими международными соревнованиями мы следить успеваем. На минувшей неделе завершился сезон в мировой «семерке». Но если женский турнир финишировал еще весной, да и борьбы там в принципе не наблюдалось, то у мужчин только заключительный тур серии дал ответ на все интересующие вопросы. Если бы после четырех туров мировой серии по регби-7, которые к ряду выиграла сборная Южной Африки, кто-нибудь заявил, что спринтбокс-сезон не выиграют, вот бы тогда все смеялись над горе прогнозистом. А сейчас после завершения тура в Лос-Анджелесе совершенно не до смеха. Да, ситуация была запутанной, но довести дело до победы для ЮАР казалось задачей элементарной. Но первое, что умудрились сделать южноафриканцы, это проиграть США, а потом и Новой Зеландии. Таким образом антилопы вообще не вышли из группы. И все предтурнирные расклады перестали иметь значение. Подсчеты показали, что австралийцам достаточно для общего успеха забраться в призы. Фиджийцам и аргентинцам нужно занимать только первое место. Развязка была потрясающей. В матче за пятое место аргентинцы обыгрывают кенийцев 29 на 7. В бронзовом поединке австралийцы без труда берут верх над Самоа 21 на 7. А в финале Новая Зеландия не пускает к титулу Фиджи 28-21. В итоге в общем зачете у аргентины 118 очков, у фиджийцев 122 и они на третьем месте. А несчастные ЮАРовцы 2 очка уступают Австралии 124 против 126. Есть двойная победа зеленого континента в мировой серии и у мужчин и у женщин. Ну а в заключении программы совместим российская и интернациональная. Я напомню, что воспитанник сурской школы Дмитрий Дронов выступает во Франции в молодежной команде «Кастер». И вот недавно в матче против Леона он занес эффектную попытку. Так что полюбуемся красотой в рубрике без комментариев и попрощаемся до следующего понедельника. Это гранz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова